Следующий пункт это персонал. Опять-таки некие тут слова по поводу подготовки персонала, важности персонала в этой системе ТАИР и политика в области его подготовки. Здесь как бы первый такой пункт это максимальное использование времени ремонтного персонала на непосредственно работы по ТАИР. Я могу поспорить, что у вас такого пункта нет ни в одном документе. Именно оценка времени, сколько персонал ремонтный, неважно там подрядчики либо свой, занимается непосредственно работами по ТАИР. То есть есть опять-таки на Западе показатель время кручения гаек. И вот лучшее в мире это 70% времени именно доступного люди занимаются непосредственно ремонтом. По нашим предприятиям мы оценивали хорошо если 30. То есть все эти задержки, перекуры, отсутствие запчастей, это все считается не выполнением именно непосредственно работы. Это ожидания, там перерывы. И именно это очень такой важный момент. Ну второй пункт это мотивация персонала, тоже там провальный на многих предприятиях. То есть как завязать мотивацию персонала ремонтника делать качественно, быстро или хотя бы в срок свою работу. Ну третий пункт это вот опять-таки мировой тренд. И у нас это комплексные мобильные бригады. То есть такие вот группы людей, которые могут делать все. То есть они не привязаны за каким-то участком, они могут делать большой комплекс работ там, куда их пошлют. Соответственно координацию загрузки этого персонала осуществляют планировщики. То есть тоже такая тема наших беспрежимных усилий это создание института планировщиков. Ну института в смысле не института, а чтобы они были. Это люди, которые занимаются загрузкой ремонтного персонала выполнять работы. Больше они ничем не занимаются. То есть без этих людей система планирования не работает. Ну и основные там понятные моменты, мотивация. Должна содержать в себе элементы гарантии, чтобы человек понимали свою ответственность. И соответствие нормам законодательства. Вы можете как-то приоткрыть, потому что это секретно, в качестве результата. Потому что я думаю многим здесь присутствующим было бы интересно конкретные результаты с точки зрения собственного бизнеса. У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на риск-ориентированный менеджмент. А что-то про возможности. Ну говорится, какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов. Спасибо. Взгляд, какие выгоды внедрения стандарта. Но на мою такую оценку, как человек, который занимается этой темой давно, приведение в соответствие существующей практике управления ТАИР к лучшим мировым практикам управления активами. То есть это вот состояние перехода от ремонтов к управлению активами. Это некое развитие вашей системы ценностей, понимания именно уходить от ремонтов и начинать заниматься какими-то глобальными вещами управления ценностью от активов. Опять-таки здесь много людей технических, которые занимаются ремонтами именно как ремонтами. Все-таки мы рассматриваем стандартизацию управления активами как дополнение к тем задачам, которые вы и ваша служба занимаетесь в части ТАИР. То есть обеспечение процессов техобслуживания, ремонтов оборудования. Преемственность системы, когда уходит главный механик, главный инженер, не дай бог, гендиректор, система будет работать. Она будет обеспечена внутренними аудиторами, она будет иметь некие базы данных в ваших информационных системах. То есть она будет работать независимо от людей, которые сейчас находятся на каких-то постах. Ну вот, собственно, я очень кратко хотел по шагам, которые нужно именно пройти для внедрения. А я думаю, что многих интересует, что же такое сама система управления активами, то есть как она устроена, то есть какие нужно пройти этапы, чтобы ее внедрить. Четыре таких этапа подготовки к сертификации. По сути, это этапы внедрения самой системы управления активами. КОНЕЦ КОНЕЦ